МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «День города» в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Поручение президента. Готовы ли Рязань к массовой вакцинации? Голос улиц. Резонансные ДТП. К счастью, обошлось без жертв. Василий возвращается домой. Рязанские поисковики вернули имя погибшему. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны начать массовую вакцинацию от коронавируса уже к концу следующей недели. По словам главы государства, в ближайшее время произведут около 2 миллионов доз. Первыми прививать будут врачей и учителей, основные группы риска. Готова ли Рязань к тотальной защите? В материале Олеси Котровской. Знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено, или будет произведено в ближайшие несколько дней. Достигнет такого уровня. производство на первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Ви». Это дает нам возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию. Прививать людей массово от COVID-19 начнутся следующей недели. Сейчас в нашем регионе вакцинацию уже проходят работники красной зоны, которые чаще других сталкиваются с инфекцией в силу своей профессии. Остальные рязанцы только готовятся к масштабной вакцинации. Я смотрю на это положительно, но, наверное, не буду вакцинироваться, потому что вакцина еще не проверена толком. Как-то опаска какая-то есть. А я переболела COVID, поэтому мне, видимо, не нужна будет вакцинация. Нет, наверное, не пойду. Я не считаю в этом смысла. Я как-то не верю в этот коронавирус, если честно, не особо. Скептически как-то отношусь к этому. Если есть коронавирус, то мы там ими переболеем. То есть ничего глобального, я считаю, не произойдет. Ну, мы не пойдем вакцинироваться точно. Я думаю, что вакцина еще не готова для того, чтобы ее испытать. Не хочу быть подопытным коронавирусом. Конечно. Если бесплатно, положительно. Дело нужное. Потому что медицинский факт доказан, что это помогает не заражаться. Сейчас на вооружении Минздрава Рязанской области пока только 42 дозы вакцины от коронавируса. Но в самое ближайшее время ожидается поставка новой партии «Спутник-5». Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Но в селе решат сделать прививку. Сам не буду. Не знаю. Не считаю нужным. Она не нужна никому. Это еще не обосновано, не доказано. Раньше в советское время вакцину разрабатывали 15 лет. А сейчас за полгода они хотят массово вакцинировать. Пока до меня очередь дойдет. Я старше 65. А в первую очередь там медики, военные, силовики. Так что, когда очередь дойдет, видно будет. Надо, конечно. Почему? Ну, как, чтобы народ не болел. Пока идет подготовка к массовой вакцинации от коронавируса, прививочная кампания от гриппа продолжается. Она началась еще осенью, но будет проводиться и в начале декабря. Прививку от гриппа очень желательно делать, потому что она, есть такое исследование, она повышает не специфический клеточный иммунитет, а клеточный иммунитет играет важную роль в защите от коронавирусной инфекции. Поэтому те, кто не привился от гриппа, настоятельно рекомендую это сделать. Количество тяжелых форм заболевания у привитых от гриппа при коронавирусной инфекции существенно меньше. Прививка от коронавируса, как и от гриппа, в дальнейшем может стать регулярной. Пока же первыми вакцину «Спутник-5» получат люди из группы риска – врачи и учителя. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Первые дни зимы для рязанского управления ГИБДД выдались довольно насыщенными. Почти 3,5 тысячи нарушений, 25 ДТП в городе и области. Некоторые из них получили резонанс. Последние новости с городских дорог далее. Улица Большая, дом 100. Женщина-водитель красной Киарио, не убедившись в отсутствии помех, выезжает со двора и перегораживает проезжую часть. Прямо в бок ей прилетает серебристый «Шевроле», следующий по своей полосе и с преимуществом главной дороги. В салоне этого авто – дети. Трагедии удается избежать в самый последний момент. Из травм только ушибы. В этом дорожно-транспортном происшествии дети получили лишь легкие телесные повреждения. Возможно, это обусловлено тем, что они перевозились в детских удерживающих устройствах и были пристегнуты соответствующим образом. Если бы дети перевозились с нарушением правил перевозки детей, последствия такого ДТП могли бы быть гораздо более серьезными. А это уже улица Октябрьская, район дома номер 5. 40-летний рязанец на автомобиле «Киа Спектра» сбивает 11-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. С тяжелыми травмами пострадавший госпитализирован. Ситуаций таких сегодня много, скажете вы, и будете неправы. Статистика утверждает – ДТП в Рязани стало меньше. Может быть, виной тому весенний коронавирусный локдаун, когда люди просто не садились за руль, а может быть, дело в профилактике? В текущем году госавтоинспекция Рязанской области фиксирует снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а также пострадавших и погибших в них участников дорожного движения. Это обусловлено мерами, которые принимает госавтоинспекция, направленные на снижение аварийности. Вообще, примерно в общих числах аварийность в этом году снизилась примерно на 10%. Меры по снижению аварийности – это еще и рейды против нетрезвых водителей. В области их проводят каждый выходной, а иногда и в начале недели. Только 2 декабря в сети автоинспекторов попались шестеро таких лихачей. Следующая проверка на дорогах – через пару дней. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанские поисковики в очередной раз вернули имя погибшему воину Великой Отечественной. Идентифицировать бойца удалось по инициалам на личных вещах, и теперь село Перкино с Пасского района обрело нового героя. Его имя назовет Валерий Седов. Сегодня траруный и торжественный день. Сегодня боец приехал на свою родину и обретет покой на этом кладбище. На кладбище села Перкино с Пасского района состоялось перезахоронение бойца-красноармейца Василия Михеева. Его останки вернули на родную землю еще в середине октября. Это уже устоявшаяся практика, когда поисковые отряды в ходе своих мероприятий находят погибших солдат, идентифицируют их и возвращают к месту жительства. Для меня это волнительно сейчас говорить, но в первую очередь хочу сказать спасибо. И низкий поклон поисковому отряду «Уголек» в лице Ефрема Валентина и Александра Тихомирова, которые вернули нам память о нашем бойце и вернули Василия домой. Вчера вечером у нас прозвучала такая дома фраза «Василий и домой». Спасибо всем. Самое сложное для поисковых отрядов – это идентифицировать останки. В лучшем случае у бойца есть документы или подписанный медальон. Он как личный номер современной армии, говорят специалисты. Красноармейцы порой подписывают фляги или предметы быта, но у бойцов это считалось плохой приметой. И зачастую из десятка погибших удается опознать одного или двух и вернуть на родину. 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. Это один из самых молодых праздников страны. За шесть лет на родину успели вернуть десятки солдат, погибших в боях за будущее, которое они не увидят. И даже спустя больше полувека каждые похороны красноармейцев будут сопровождаться оружейным салютом в честь героя. Валерий Седов, телекомпания «Город». Координатором поисковиков сегодня называют Алексея Киселева. Алексей – человек с ограниченными возможностями. 3 декабря в России отмечается День таких людей. Сегодня они сами решают, как жить. Либо лежать и жалеть себя, либо бороться за свои права и доказывать, что они такие же люди, как и все другие. Алексей выбрал второй вариант. В машине есть ручное управление. Вот тормоз и газ. Машина с коробкой автомат. Машина Алексея Киселева оборудована такими вот специальными устройствами. Мужчина – инвалид первой группы. На права он сдавал, будучи в инвалидной коляске. Алексей получил группу не с рождения. В 2004 году он упал с высоты и сломал позвоночник в нескольких местах. После – два года восстановления. Я в больнице встречал таких людей, таких прям вот, ну, на кого можно посмотреть, равняться, на них силы продавали, что, в принципе, жизнь не остановилась, и ты можешь продолжать жить. А уж в моем случае, что, в принципе, кажется, ну, и инвалид может приносить пользу обществу. И это круто, и это классно. В 2014 году Алексей пришел в отряд «Лиза-Алерт». Он был информационным координатором, работал из дома. Его задачей было делать ориентировки на пропавших, совершать звонки и запускать поиск в сеть. Спустя шесть лет он до сих пор помнит свой первый запущенный поиск. Мужчина пропал в Клепяковском районе, ушел он диабетик и ушел без лекарств, ну, это, пособирать грибы. Видать, его прихватил, да, у него отказали ноги, и он лежал. У нас всего одна группа туда уехала, все преимущественно девчонки, один парень. Они нашли его быстро на отклик, он откликнулся. Девчонки нашего, короче, вытаскивали, часа четыре, наверное, вытащили. Но мужчина большой, колоритный был. Так что это был мой первый НЖ. Найден жив. Сейчас Алексей координатор. Он выезжает на поиски и непосредственно координирует на месте. А год назад у Алексея Киселева родилась дочь София. Теперь он совмещает в себе несколько ролей. И рад, что даже в своем положении может приносить пользу. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Богодельный сестер Титовых появилась в Рязани после эпидемии холеры, которая в 1865 году подкосила десятки тысяч жизней по всей стране. Сейчас здесь располагается Министерство здравоохранения. А само здание, памятник архитектуры, бережно хранят в первозданном виде, стараясь сохранить каждый уникальный элемент. И даже к вопросу замены двери здесь отнеслись довольно щепетельно. Знаменитое здание, расположенное на улице Свободы, построено в начале 1900-х на участке, принадлежавшем сестрам Анастасии и Федосии Титовым. До сих пор в точности не определено, кто был автором этого шедевра. По одной из версий им был архитектор Кандинов, по другой – Цеханский. В облике этого здания слились несколько стилей. Можно увидеть черты модерна, эклектики и готики. Улица Свободы – одна из центральных наших исторических улиц. Важно сохранять ее облик. Еще достаточно много объектов сохранилось. И туристическая привлекательность, и задача – сохранять именно историческую аутентичность. Отсюда такое внимание к каждой детали и попытке сохранить даже то, что уже в течение беспощадного ко всему времени пришло в негодность. Хотя бы в качестве музейных экспонатов. Ведь помимо богато декорированного фасада, архитектор некогда акцентировал входные проемы здания. Парадный вход оформлен полуциркульной дверью со сложной растекловкой. Перед главным входом скругленная широкая лестница. Когда-то была вымощена метлахской плиткой со стилизованным изображением Медузы. Впоследствии ее заменили. Но за более чем сотню лет оригинальная дверь обветшала, и пришло время заменить ее. Согласно проекту, входная группа будет идентично оригинальной. Учтены все детали внешнего облика и стиля. А ветхую, старую дверь попытаются воссоздать реставраторы Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Уникальность в том, что это стиль русский модерн. Конец 19 века. Очень редкий стиль. Мало сохранилось. Даже и в Питере, и в Москве очень мало образцов. Это великолепный образец. И хорошая работа мастера. Не просто модерн, а очень хорошая, серьезная дверь. И из массива дуба, тем более. Оригинальную дверь передали в руки Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Сегодня она отправилась на склад. Теперь над ней предстоит поработать реставратором. По мнению специалистов, работа будет сложной. Получится ли привести дверь в более или менее сохранное состояние, пока не ясно. Но в планах воссоздать дверь. И затем найти ей применение в качестве музейного объекта. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова